Ну и что, уже по пику видно. Na'Vi пошли в жесточайший хилл, сейвинг, саппортинг, харассинг и издевателинг над соперником. Dazzle и Винтерн Виверн забирают Artstyle себе первым же пиком. Со стороны команды Complexity забрали, как я вижу, Лину и Туск. Вот так вот. Туск популярен со всех сторон. Туска, я замечаю, что банят очень редко. Гораздо чаще Туска пикают. То есть боятся его, сильно не боятся, а забрать себе как-то ни одна команда не брезгует. Туск популярен, но, видимо, пока еще не настолько он популярен и незаменим, чтобы его банить в каждой игре. Туска забирает команда Complexity, Лину тоже забирают. Про Лину, про старушку Лину вспомнили как раз-таки к Интернешнл. До этого вот месяца два редко ее приходилось мне лично видеть. Ancient Operation команды Na'Vi отлетает в баню. Прям какой-то бан из 2011 года от Artstyle вспомнил. Вспомнил, как это делается на Интах. Бродмазер от Complexity тоже вполне стандартный бан. Не вижу Undying в бане, удивительно почему-то. Может зайдет, а может зайдет в... Undying тоже, кстати, я думал гораздо чаще будет баниться. Undying не так часто залетает в бан, как мне казалось. И если не залетает в бан, и пикают его тоже не обязательно. Хотя у меня вопросы на самом деле. Современный Undying это, по-моему, просто чума такая, которую попробуй вывези. Darkseer отлетает в баню от Artstyle. И третий пик пошел для украинского коллектива. Считаю, что незаслуженно забыли Акса в паре с Дазлом. Возможно, сейчас и вспомнят. Вспомните сами вы, если вдруг Na'Vi это не сделают. Дазл плюс Акс, который отправляется на сложную линию. И там же невозможно против него стоять. Это просто атомная бомба, которая постоянно взрывается. Постоянный хилл, постоянные крутилочки его. Ну, Акс, по-моему, очень даже приятный. И фаник моба его забрать, я думаю, себе. И в паре, например, с Санейко отстояли бы линию на ура. Тем более Акс не так критичен касательно керри, который будет стоять на легкой линии. И с герокоптерами стоит даже. Я уже молчу про антимагов, которые все чаще появляются у нас в доте. И в мету планируют войти. Можно подумать. С другой стороны, Дазл приятен каждому. Ну, не только Аксу. Может, Дазл у нас как раз за счет шалы игры Иван, например, взят под, ну, скажем, Хускара. Такое тоже может быть. У него Шейкер для команды Нави. И есть у меня подозрение, что этот парень пойдет на сложную линию, и фаник будет играть на нем. Прям-таки по-имперски. Ну, нет еще героя, я думаю, для Хвоста, нет героя для Дэнни. Хотя помнится мне и сумасбродная абсолютно история, когда Хвост у нас на Шейкере был с Шадо Блейдом, с Дайдалусом, топнул себя под ноги, ушел в инвес, подошел и такого навалял. Ну, это одиночные, конечно, навалы в массе какой-то игроков. Там сильно этим Шейкером не разнесешь головы, поэтому считаю, что Шейкер, скорее всего, конечно, никаких Хвостов. Это уже старая какая-то шутка, уже не смешная. Команда Комплексити забрала себе Лину, я думаю, на Мидлейн, скорее всего, и Туск, мне кажется, отправится у нас на сложную линию. Кристал Мейден, все чаще вижу Кристал Мейден. Возвращаясь к вопросам, кто, вы думаете, вернется в Мету в пятом Интернешнале, вот ЦМ-ка удивительно часто появляется у нас в пиках. Ну и пакут команды Нави. Теперь стало понятно, забанили сразу трех мидеров игроки команды Комплексити, пытались тут перекрыть кислород Данилу и не получилось. Дэнди у нас, я думаю, будет играть на паке. Это скорее всего, потому что в таком случае... Еще раз говорю, надо вернуться тогда к Керри Шейкеру, если пак вдруг будет у нас на сложной линии для Фанника. Хвосту для Хвоста тогда персонажа просто нет, поэтому, мне кажется, сейчас еще Мейн Керри придется добирать команды Нави. А вот сложная линия, получается, отъезжает Шейкеру. Мне так кажется, пак это мидлейн, это Дэнди, Дазл Санейка, Винтерн Виверна, Апстайл или наоборот. В принципе, может быть и наоборот. Ну и Хвосту еще одного героя надо добрать. Со стороны команды Комплексити не хватает одного саппорта, одного керри. Тут, мне кажется, ребята не выдумывают, стараются ровненько сыграть. Ну и против Нави, кстати, сыграть ровненько, это залог успеха, мне кажется. Потому что стабильность Нави вряд ли выдерживают. В вопросах стабильности конкретно проколы у украинского коллектива. Undying залетает в пик Комплексити, то о чем я и говорил. Не банят Тоско, Тоско берут. Не банят Undying'а, берут Undying'а. Ну, почему? Такие хорошие герои на дороге не валяются, поэтому лучше бы его и забрать. Последний бан от команды Нави. Нет, Мейн Керри. Пока еще нет, и кто неудобен был бы команде Нави. Ну, возможно, Антимаг зайдет в бан, мне кажется. Смело может быть такое. Под СМКу, под Лину, под Тоско. Антимаг или, или, или кто-нибудь со Станом хорошим. Например, Свен тот же мог бы зайти. Мне кажется, по данному пику было бы, наверное, неплохо. Хотя, с другой стороны, вариантов для Керри, ну, масса. Есть, опять же, тот же Воид. Нет, Бладсикер, Бладсикер. В общей пачке Бладсикер неприятен. Команде Нави и Комплексити вынуждены забанить еще одного героя. Тоже, скорее всего, Керри, потому что героя для хвоста пока еще не вижу. Последний бан, наверное... Я, кстати, не видел, хвост на антимагах катал уже или нет. По-моему, не катал еще в этом турнире. Фантом Лансер отлетает в бан от команды Комплексити. Ликан! Ого-го! Вот это пожалуйста. Вот это я понимаю, мета 2014 года, самый популярный игрок того времени. Ликан, 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 Великан. И теперь у меня есть вопросы, что тут делать с мидлейном. Хотя, опять же... Шейкер, скорее всего, сложный. Ликан, я думаю, все-таки хвост и пак, скорее всего, мидлейн. Хвоста отправлять на мид Ликаном... Не знаю, насколько это было бы оправданно. Пять секунды осталось. Да, герой этот и правда ворвался тут из ниоткуда прямо-таки. Ликана давненько я не видел. Причем не только на профессиональной, да и вообще в паб-сцене этот герой почти не заходит. А тут на тебе вспомнили. Ну и последний пик от команды Комплексити. Кто же будет бить руками? Кто тут в лейту собирается выходить у команды Комплексити? Или они решили пораньше закончить? Сейчас глянем. Бладсикер сейчас, я понимаю, что мог бы зайти очень плотно. Нага Сайрон в роли Керри. Правильно понимаете? Ну да, нет, нет, да, Комплексити. Нага Сайрон, я так понимаю, будет у нас фармить. Это прям-таки великолепно. Этого давно не было. Undine, Crystal Maiden, Лина, Таск и Нага Сайрон от команды Комплексити. Укомплекситован. У нас состав американской команды. И Na'Vi забрали себе вот в таком порядке героев. Ликан это Хвост, Пак это Дэнди. Фаник забирает себе Шейкера. Арт Стайл будет играть на Дазли. И Виндор Ливерн будет у нас Саннейка. Ну, в принципе, очень даже интересно. Комплексити мне заинтересовали своим пиком в данном вопросе. И расстановка по лайнам будет еще более чудесная, мне кажется. 10 секунд, там все про все. Команда уже готова к началу. Ну и понаблюдаем. У Na'Vi сейчас я вспомню для себя, как идут дела. Две игры, две ничьи. У Na'Vi они пока что на четвертом месте расположены. Тут надо рвать и метать. Комплексити, две игры, одна победа и одно поражение. А в данном случае, в данной расстановке приоритетов в матчах Best of 2, одна победа и одно поражение лучше, чем две ничьи. Это три поинта, одна победа. А две ничьи это по одному очку за каждый матч. Ну, в принципе, это три, я думаю, вы понимаете, да, что меньше двух. Или нет? Уже на топ-руну собралась команда Na'Vi. Втроем они здесь. На топ-руне внизу расположился хвост. И на топ-лейн уже у нас сходил Фаник. Я так понимаю, завардил. Да, висит у нас летучая мышь чокнутая. Отдыхает, ждет, когда придут ребята. У Шейкера от Фаника задача будет, мне кажется, не из простых. Потому что здесь саппорты, ну, очень неприятные со стороны команды комплексити. Есть чем цеплять та же Crystal Maiden, которая сама по себе-то дохленькая. 450 хп, один дефа. Но она со своей колбой просто какое-то чудовище. Она может на абсолютном лоу хп развернуться и так тебя застопить. И так охладить тебя слегка, что там и серьезные кири могут порой не выдерживать. Дэнди, скорее всего, забирает руну и даже без препятствий абсолютных. А внизу руна отходит у нас для... Для Лины. Лина будет стоять у нас на мид-лейне. Сонейка с артстайлом гуляют на миде. Никуда пока не деваются. И здесь кто? Здесь Undying. Undying, так понимаю, собрался Курьера есть? Или зачем ты здесь? Наверное, пожалуй, что так. Курьер уже несет Healing Self. Undying заходит в спину Дэнди. Мунминдер начинает нарезать Дэнди через эти надоедливые, злополучные дикей, которые в начале игры просто дисбаланс вносят. Если у тебя нет опыта такого хорошего игры против Undying, ты можешь просто провтыкать момент, когда у тебя вроде бы хп так процентов 70, а эти 70 процентов хп для тебя это, не знаю, 200 хп или 150. Это, по сути, максимальное количество хп у тебя, не знаю, 300 или 400 максимум. Я вчера наткнулся в магазине доты на эту вещь. Ребятушки, эта вещь стоит 310 долларов. Артстайл, как не любят здесь модников игроки команды Complexity, очень быстро справляются с саппортом команды Na'Vi, и Кэп отправляется в таверну. Счет 1-0. Первый фраг на нижнем лайне. Так вот, возвращаясь к Дазлу, вот этот посох, который в руках у нас у Вани, стоит 310 баксов, и, по-моему, это очень даже много, как для посоха на саппорт. С другой стороны, вещь потрясающе красивая. Фанник на сложной линии. Пока что счет у него 5 на 2. Поставили Зизи против него. У Зизи 4 на 1. У Фаника даже получше здесь Крипстат. В принципе-то Фанник в соло против Наги Сайрен на ранних минутах может драться. Сложновато, конечно, напряжно для самого Фаника. Тут через Рептайд половина ХП сливается у коровки. Но фармить в любом случае может, пока нет подсейва и помощи. Для Наги Сайрен у Фаника проблем быть не должно. Свиндл Меланс забирает у нас руну на топ лейне. У Дэнди есть ли батла? Нет, еще нету. 620 хп. Ой, 620 монет у Дэнди. 670. И сейчас уже должен быть батл. Все. Батла, скорее всего, полетела для Дэнди. Так и есть. Побежал Курьер. Дэнди уже с батлой. А Лина пока еще нет. У Лины 600 копеек на руках. Нул талисман у Лины. Нул талисман у Дэнди. Очень похожий запак. Прямо скажем, не похожий, а идентичный запак. У Пака только 3 Ален Брэнш. Ну, правильно. Чем больше веточек, тем больше шансов на победу. Я думаю, все здесь верно. Ну и пошел у нас замес на нижнем лайне. Подошли прямо по Тавр игроки команды Комплексити. Мунминдер здесь накаляет всех дикейми. Еще один, наверное. Тамба уже второго левела. Тут против триплы можно будет драться с этой Тамбой. Хоть по Тавр ставь. Как дела у Хвоста? 13 на 2. По фарму Хвоста. 13 на 3 у Зизи. Дэнди на первом месте. 16 на 8. Лина 11 на 0. Дэнди переигрывает с Финдл Меланс. У Дэнди 4 левел. Здесь практически 5 у Дэнди. Ну, пока Лина отходила за рунами, Дэнди в это время фарм. И неудивительно, что эти копейки частички совсем. Но, тем не менее, Дэнди выигрывает. По массовой комбе команды Комплексити, конечно, вопросов никаких. Я считаю, что если все пройдет, если сон зайдет нормально, и после сна все разультятся и поставят все необходимое, у Нави для эскейпов тут вариантов, ну, немного. Все, что надо Нави, чтобы выиграть, это быть лучше по вопросам фарма и экспириенса больше получать, и вещей больше покупать. Тут действительно от фарма будет многое зависеть, потому что надо укомплектовываться в ХП. Очень плотно надо разбираться с БКБ. Будет здесь неприятность. Туск здесь неприятен. И Кристал Мейден, и Лина. БКБ просто мастхев в данном случае. В хвосту точно. Я думаю, Дэнди надо будет и по возможности всем. Ну и давайте глянем графики. 4 минуты сыграно. Комплексити получше. Дела свои ведут. У них 700 плюс по голде и 1000 по экспириенсу для американского коллектива. Удивительно, но факт. Фаник у нас под хостой. Не добежал до Флая. Мог бы подстопить. А вот о чем я говорил. Просто разворачивается, дает колбу. И Фаника, по-моему, здесь приговорят сейчас. Сетки нет у Зизи. У Фаника мувспид повыше, поэтому он может свалить. Ну и маны нет на колбу у Флая. Так бы Флай развалился. А у Фаника сейчас, кстати, будет фиссура. Можно попробовать Флая разобрать здесь. 100 хп всего лишь. Сколько дамаги? 175. Ай-яй-яй-яй-яй. Флай уже отпился. Собака такой. Да, в итоге у нас без кила остается Фаник. Ну и пошел у нас уже Хауль от Ликана. Это значит где-то у нас замес. Замес у нас на нижнем лане. Сфрика должны разбирать. Через Артик Берн, Санейка доплевывают у нас по Сфрику. Арт Стайл сам себя отправляет. Шалу Грейв. И нет маны на Дикей. Поэтому доедать, доедать, доедать. Псы войны побежали за Мунминдером. Как так быстро ты бегаешь-то? 365. Сколько там у псов? 400. Ну почему-то не побежали. Странно даже. Даже очень странно. Ну и команда Нави, в принципе, отыграла отставание свое. Вы, думаю, видели, тысяча практически график показывал в пользу команды Complexity. А вот теперь до 250 он скатился. Тоже в пользу Complexity. Но все же дела у украинского коллектива стали получше. Complexity тысячу с копейками, зато выигрывают по XP. Это не так критично. В принципе, все это одним файтом может в никуда отправиться. Ну, для этого хотя бы файт организовать надо. Мне этот посох за 300 долларов просто не дает покоя. Арт Стайл. Не дразни людей. Дэнди. Ой, Dream Coil по одному флаю. Можно было и зацепить свинду Мелландса. Дэнди уходит у нас в фейсшифт. Дэнди, по-моему, заивейдил Laguna Blade, если я не ошибаюсь. Сейчас глянем, что тут по демаге нанесла Лина, когда будет файт рекап. Жест кач. По-моему, там Дэнди все-таки заивейдил. Лина, Laguna Blade. Нет, Дэнди получил. Получил Laguna Blade. Дом просто не хватило. И улетел очень даже вовремя. 2-1 становится счет. Нави выходят вперед. Мунминдер опять бежит у нас за отстайлом. Ну, это настолько доставучая хрень и Тетандайенг. Он никогда тебя не отпускает. Постоянный дикей. Нон-стоп. Спамишь дикей, спамишь, спамишь, ставишь стамбу. Все, все умерли. Очень простая схема, которая до мидгейма работает безотказно. В мидгейме тоже еще. Решает. В лейте, конечно, очень быстро с тамбой справляются нафармленные герои. Ну, где-то к середине игры. Еще она актуальна. У Хвоста уже есть Хедресс. У Хвоста есть Рингов Базилус. Есть Белтов Стрэндж. Странный разброс, на самом деле, по артефактам. И не туда, и не сюда Хвост. Ну, Хедресска, в принципе, полезна и сама по себе еще до появления Владмера. Ну, и Белтов Стрэндж. Лишний раз. Нет ПТ, ничего страшного. Зато есть Белтов Стрэндж, больше ХП-шек. Ну, и за Хвостом побежали. Хвост сам себя застопил волками. Хвоста развалили. Таск забирает этот фраг. Так, и вот она и тамба второго левела. В принципе, Хвост и свалить, особенно, и не смог Артстайла. Пытаются поймать Артстайл. ТП-аут. Правильно. Все правильно. Сфрик уже шестого левела. У него есть Валлус Панч. А это неприятность для Хвоста, как минимум. Что вы видите? Когда комбой выходит на мейнкерри команды Нави, там не вывозит просто-напросто. Александр не получается. У комплексити впереди по голде 1000, по экспириенсу 1300 тоже в пользу колов. Ну и давайте разбираться по героям. Кто во что у нас одет. У Наги 1200 на руках. Бутсов спид есть. Пурман шилд есть. Ну и судя по тому, что деньги для Наги продолжают копиться, и она ни на что их не тратит. Это говорит о 150-минутной доте. Нага Сайрон будет собирать у нас Радианс и бесить всех. Туск уже приобрел себе Пауэр Трэдс. Есть у него Стаут Шилд, Орпов Вином. Так, опять с Хвостом. Тут какая-то передряга. Нет, Хвост у нас просто Крипов пилит. Смотрю, КПшки теряются. Все сразу как-то напряглись. Хауль. Почему? А? Кто на кого орет? В чем дело? Где-то Драка. Нет, Драки никакой. Хвост просто пинает Крипов в лесу. Периодически подвывая на них. Мун Миндер заработал себе уже на Аркан Бутси. У него есть Тринго Фриген. И, 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 и этот Тринго Фриген, скорее всего, в какой-нибудь Солу Ринг. Свиндл Меланс пришел у нас на нижний лайн, чтобы быстренько спилить Дазла, как мне кажется. Никаких Шалу и Грейвов. Санейка, надеюсь, в Кулден Брейс не отправит. У нас Арт Стайла. Ну и сразу же Арт Стайл на себя Шалу Грейв. Вот это, я понимаю, шарит, чувак. Сразу же фулл ХПшный Арт Стайл понимает, что его 600 ХП для Лины это... Так, просто посмотрите. Его забрали. Арт Стайла ловят. Есть Лагуна Блейд у Свиндл Меланс. Что здесь с Шалу Грейвом? Пока что размен один в один. Хвост забирает Андаинга в это время. Хвост с собаками. Хвост под Хаулем. Фиссура у нас залетает Свиндл Меланс. Пошли, волки, грызть Лину. У Хвоста кто бы подхилил? Где Дазл? Арт Стайл не знает, себя хилить или себя сейвить. И уходит у нас с Фриг. Фаник его не отпустит. Дрим Койл пошел у нас по Туску. Куда ты делся? Туск у нас, да, это у нас Сноубол от Сфрика. Я уже испугался, что Туск умудрился себе приобрести даггер и просто отблинкнулся. Это было бы вообще жесточайшим образом. Такой вот супер фан. Ну и 420 голды зарабатывает Нави на Таске. А Зизи продолжает зарабатывать на Крипах. Шекер в это время гуляющий. У Фаника нет даггера. Далековато еще ему данного артефакта. Есть Транквилы, есть Солринг, есть... Владмир у нас у хвоста. У Миндера, Чейнмейл, Ринго Фриген. И что это, подождите, такое? Запутался. Что это за вещь такая? Вот она, эта вещь. Нет, это не она. Как сложно, как сложно. Да это Мека будет собираться у Андаинга. Я туплю прям вообще невероятно. Хедреска это, а это у нас Банк. Пак в это время забирает у нас Нагу Сайрен. Остановили фарм. Зизи, хватит уже. Успокойся. Немножко 20... Нет, не 22-300 у Наги Сайрен. 5-3 счет на данный момент. Ну и Нави продолжают отставать. Но с другой стороны не сильно вниз скатываются. Полторы тысячи по голде. По экспириенсу вообще Нави в плюсе. Так что дела еще не критичны. Хотя, опять же, о чем я говорю? Против кого играем? Против кого Нави играет? Против Complexity. Complexity Gaming. Наверное, крутой коллектив. Но вряд ли видел их кто-то здесь фаворитами. Не, наверное, крутой. Он точно крутой на International. Ну, не знаю. Уже не понимаю, что от украинского коллектива ожидать на самом деле. Я думаю, и весь мир, кстати, не понимает, что ожидать от Нави на этом Инте. Могут зажечь, а могут и просто скатиться тут. В принципе, как, не знаю, как монетка упадет в вопросе коллектива НАТО свинца. По голде тысяча Complexity. По экспириенсу Нави почти к тысяче приблизились. Туск вместе с Мун Миндером. Прямо на Санейка. Ну, какой раз уже? Второй раз Санейка умирает. Тут очень быстро с ним справились. Даже Колден Брейс, по-моему, и не успел включить. В Интерн Риверн. Счет становится 4-5. Колден немного заработали, но, с другой стороны, неприятно. Отставил перемещается к Дэнди на мид. Тавера команда Нави еще не сносила. Сами потеряли тавер на нижнем лайне. И ни одного тавера еще не снесено. Это при наличии Лекана в пике. Рецепт на медальон. Есть уже для хвоста. Есть Sage Mask. В принципе, можно уже принести себе Чин Мейл. Дэнди на Мун Миндера. Дрим Койл у Дэнди есть. Есть Рифт. Есть Иллюзорий Орк. Ставь Дрим Койл. Дрим Койл пошел по Мун Миндеру. Надо его развалить побыстрее. Эхо слэм от Фаника, чтобы уже не мучал Сандайн. Ну и с Фрика будут ловить. Фиссура пошла по нему. Сноубол еще 9 секунд не будет. Дайшарт не будет 5 секунд. Застопили с Фрика. Ульта от Санейка. Все, иди сюда. Спокойненько, стой на месте. Мы сейчас все сделаем. 7-4 становится счет. Нави зарабатывает 1 тысячу по голде. 1 400 по экспириенсу. Ну и в плюсе остались безусловно. Потратили 2 ульта. Это, конечно, да. Это даже не 2 ульта. 3 ульта потратили. Дрим Койл здесь. Здесь Винтерн Виверн. Винтер Скёртс и от Шейкера. Эхо слэм зашел. Ну и Дазл, по-моему, тоже здесь. Да, поучаствовал. Да, тоже поучаствовал. Короче, все ульты, которые были, кроме Ликановского, все впиндюрили у нас в двух игроков команды Комплексити. Дарк Лайт. Дарк Лайт. Мун Миндра. Мека будет через... 350 голды. Дэнди прилетел прямо под Тамбул. Дэнди есть инвиз. Дэнди тут половину хп потерял. И уже пошли здесь иллюзии от Наги. Они уже неприятно бьют. А где Шейкер ты лоу хпшный ходишь? Потому что в лесу у Фаника дела. С крипами разборочки. У Фаника совсем немножко остается. 250 до появления Даггера. Тогда уже Дота немножко поинтереснее будет со стороны украинского коллектива. И Нави забрали первый Таур для себя. Миндлейн сгрыз хвост. Тут несколько тысяч капнуло. На команде Нави Фаник, в принципе, уже сейчас будет с Даггером. Все, 3 копейки. У Фаника есть Даггер. Помимо Даггера Сол Ринг, Транкфилл Буцы. В принципе, Шейк укомплектован. Там уже как пойдет. Там не критичны остальные артефакты. Но Даггер просто, понятное дело, что маст хев на данном персонаже. Жду Лекана с... Появления у Лекана Некрономиконов. Я так понимаю, Нави здесь... Лекан у нас не только будет драться. Нави и Лекана еще будут использовать как пушащую силу. Почему бы и не? Хауль есть, Некра будут. Просто бей, беги. И в Лейте хорошо, и Мидгейм с Некрономиконами достаточно полезная штука. Пошел у нас замес Мунминдер уже под вражеским Тауэром. Но это просто какой-то оторванный парень этот Мунминдер. Он никогда вообще не оглядывается назад. Все время идет в топ. Ну и надо как-то с ним разбираться. Пошла Физурка ему в лицо. А Тауэр и не думал переключаться. Тауэр красавчик. Просто коммент его. Эхо слэм от Фаника. Свиндл Мелленс в таверну. В таверну. Флай. Увидимся через минутку. И приходите еще, если ульты остались. Я думаю, что скупиться на ульты смысла никакого. Канаманда Нави забирает троих в этом файте. По голде поднимает полторы тысячи. И по экспириенсу две пятьсот тоже для коллектива НАТО. Свиндлер и Фаник пошел дальше за Сфриком. Есть тотем у него. Даггер будет через секунду. Прыгает. Подстопил с Фрика. Удар по нему. Тут Сигил, конечно, Фанику жизнь подпортит. Волки сейчас уже закончатся. И уже рядом с Альцанейка через Артикберн. Сколько этот сноубол и куда? Кстати, сноубол покатится. В Крипов покатится. Недалеко, конечно, ушел у нас бедняжка. Сфрик. Фиссура под хвост. Шейкер. Забирает еще один фраг для команды Нави. Счет становится 11-4. По голде Нави уже три тысячи. По экспириенсу пять с копейками. Тоже для коллектива НАТО. Свиндлер. Ну и пошли в пуш. Нави. Для этого все, в принципе, было организовано. Оставили себе товара напоследок. Теперь хвост с волками под хаулем. Сейчас еще и Некрономикон уже где-то, наверное, должны лететь. Нет, еще нет самих Некрок. Но Сафа Физоди уже приобрел себе хвост. Ну и товар, скорее всего, здесь развалится. Инфлексити готовы за него файтиться. Есть Тамба третьего, третьего, да, третьего левела. Четвертый Дикей, третья Тамба и Сол Рип первого левела. Дайн без ульты. Ну и Нави просто отходят, оставляют Т2 разбираться в команде Комплексити. И перемещаются на собственный нижний лайн. Вот с Макком Артстайл Зизи будут ловить. У Зизи есть Сакрд Релик. Лучше бы, конечно, немножко отсрочить появление Радианца. Ну, наверное, уже не получится. Гнобить Зизи нон-стоп вряд ли выйдет. Зизи просто уже в собственном лесу. Где-то здесь, например, может насобирать необходимый ХП. Но сейчас за ним выехали. Тысяча голды у него. Фаника есть Таггер. Надо просто прыгать за Зизизи и будут ловить. И Song of Siren отсутствует. И просто разорвало бедняжку Нагу. Фаник зарабатывает Келлинг Спри. Хорошо. Чуть-чуть попозже будет Радианца. Это плюс, безусловно, и для Нари. За это время можно, например, пойти и спушить хотя бы еще один Тавер. Например, Т1 на сложной линии для коллектива Натус Винсер. Он прям-таки ждет. Артстайл уже туда направился. Туда направился Хвост. И здесь Дэнди пока улетать рановато. У Дэнди готовится к появлению Юл. Осталось еще 500 копеек. Дэнди танкует Тавер или мне кажется? Да, Дэнди танкует Тавер. В принципе, рядом Дазл. Можно и не скромничать. Еще один Тавер развален. И в это время Фаник вместе с Санейка забирает Свиндл Мелланс. Вот это да. Вот это да. Мидлейнер команды Комплексити. По-моему, Топнетворс, если не ошибаюсь. Да, Топнетворс в составе колов. Просто пошел отдался двум саппортам. Шекер и Винтерн Виверн. Конечно, такие саппорты, что грех им не отдаться. Но с другой стороны, как-то надо поэкономней. Со своими собственными деньгами и деньгами команды. У Зизи. 960 на руках. Зизи, опять же, немножко затормозил в покупке Родианца. Если бы сейчас его не убили, то Радик появился в минуте на 18. А это уже больно было бы для команды Наги. Теперь, в принципе, отсутствие Родианца в ранней игре это огромный плюс для соперника. Чем раньше появляется Радик на Наги, тем динамичнее будет развитие самой Наги. Команда, конечно, скатывается в сраное, ну вы поняли. Потому что, в принципе, фарма ни у кого не остается. Но, с другой стороны, Нага становится сильнее. А Нагу попробуй потом разбери. Ну и сейчас уже Родианц будет у нас у Зизи. На Рошана в это время выходит команда Нави. На разведку пошел Сигил. Фроузен. Деньги есть, да. У Наги уже все есть. Необходимый Нардианц. Рецепт полетел Наги. Ну, за это время Нави смогут разбить Рошана. Некра первого левена. Некра здесь где, кстати? Некра давно были провязаны. Некра не пилят рову. Наги здесь не будет, поэтому в сон всех отправить не получится. Комба здесь в узком проходе не будет присутствовать. Ну и вообще врываться некому. Ну, может прикатиться туда с Фрик. Но если вдруг он прикатится сам, ему-то, естественно, разорвут пополам лицо. Если, например, еще с Линой тоже. Вопрос такой себе. Ворваться под Шейкера с двумя тотемами, с Фиссурой, с Ахаслэмом. Наверное, это не очень хорошо. Тем более, Дэнди там через Боннинг Риф заткнет всех. В узком проходе Нави поинтереснее смотрится. А вот команде Комплексити придется расходиться по сторонам, мне кажется. Например, Флай в центре событий стоять не стоит. Можно где-то издалека дать Фризинг Филд и... Тот же Андайинг. Тамбул поставил, бегай вокруг нее. По окраинам. Ну и Нави уже под хайграундом коллектива Комплексити. Неужели получится додавить? Неужели здесь не будет супер камбэка? Супер слива эхо слэм от Фаника на двоих. Мунминдер в таверну. Флай в таверну. Только взрывная волна немножко в экран попала. Сверху вы уж извините. И Фаник настолько резко все это сделал, что я не среагировал. Свиндлмелланс ловит ульту у нас от Санейка. Минус три от команды Нави. Байбэк от Андайинга. Но в это время уже с Некрами, уже с Хаулем. Со всем, всем, всем на свете. Команда Нави распиливает... Ботом лейн команды Комплексити. Ульта пошла от Зи Зи. И начался файт. Дримкоил от Дэнди. Лоу-хпшный Санейка. Лоу-хпшный Дэнди. Дэнди отправляется в таверну. Разваливают в это время и Хвоста. Как я понимаю, нет Хвост в Климеркейпе. Хвосту сбивают Аэгу. Хвост у нас... Хауль провязал. Шип-шифта не будет. Хвосту надо драться. Бежать отсюда не получится. Ну и драться здесь тоже не получится. Свиндлмэн с Лагуна Блейд в Хвоста. Дальше Фризмфилд по голове от Флая. И таким вот образом даблкил от Андаинга. И вообще минус 3 от команды Комплексити. По голде 3000 они здесь зарабатывают. И это при учете байбэка Андаинга. Нет, кстати, байбэк Андаинга не посчитался. Бандаинг сам здесь заработал 1000 голды сверху. 1100 даже. Не зря байбэкнулся. Мунминдер плюс сохранили сторону. Тавер потеряли, но бараки стоят. Это понятно, что дальше будут вторые Некра. Дальше будут третьи Некра. И все это выльется в снесенные Тавра. Но Нави сейчас плотненько так огребли. Повернули ход. Подостановили. Ну и рассказали, что рановато еще. Еще подождите. У нас Нага еще не выформлена. Подождите пока. Не пушьте, не пушьте, не пушьте. Ну, зизи 2000 на руках после появления Радианс. Деньги копятся. Это, в принципе, на Boots of Travel. Дэнди бежит за Флая. Ну, так догоняй. Догоняй. Есть Еул. Поднимаешь. Дримкойл на Флая. Ну и Дэнди без ХП. Дэнди. Ну что это вообще такое? Вот оно. Вот оно что. Кристал Мейден. О которой я говорил. Какая же она непредсказуемая подруга. Ты бежишь за ней. Ты уже фактически понимаешь, как, каким образом ты будешь ее разделывать. Она уже мертва для тебя в голове. Она разворачивается. И тут из ниоткуда какой-нибудь товарищ появляется. И эта блондинестая девочка, в принципе, голову тебе просто об асфальт разбивает. Хвост лоу ХПшный Санейк. Она под сейв. И уходит отсюда Зизи. Есть уже Boots of Travel. Теперь у Наги по фарму дела улучшатся. Она сейчас на втором месте. 9200. А заработала у нас Зизи. Хвост 10300. И у Наги динамика возрастет 100%. Вот они иллюзии. Ну, пока их еще можно разбивать. Но это, опять же, если ты есть на линии. Если тебя нет на линии, эти иллюзии просто съедают линию. С героями сложнее иллюзиям состязаться. А вот с игроками, с крипами справляется даже такая архитичная иллюзия. С 1000 ХП. И линии в любом случае будут пушиться. Команде Нави придется собираться вместе. Одному кому-то пойти отпушить линию, это не вариант. Надо будет собираться вместе. А это открывает новые горизонты для фарма. Наги. Она тут сама себе. В принципе. И по мидлейну команда Нави направляется на Т2. У Ликана есть Некрономиконы третьего левела. Хвост, естественно, с Хаулем. Естественно, с Шейп Шифтом. Поэтому идти можно. Идти можно. И пушить можно. И можно даже подойти. Кстати, Некров. Припас у нас. Хвост напоследок. Если вдруг нападут. Можно попробовать и на Хэйграунд зайти. Наги давать расфармливаться никаким образом нельзя. И Нави это прекрасно понимает. 26-ая минута. Хвост пошел заходить на бараки. На нижнем лине есть голые бараки. Врываться может Дэнди. Врываться может, в принципе, каждый. Здесь Санейка через забор может перейти. Фаник ждет своей очереди. Как только соберутся кружком, Эхо Слэм будет от Фаника на Донагу разобрать до сна. Пошел слон Зизи. Фаник отходит. Сейчас, если кружком все соберутся. Вот ждем врыва Фаника. Давай, Шейкер. Порадуй нас. Шейкер. Фиссура пошла. Врыв от Шейкера. Эхо Слэм по двоим. Свиндл Мэланс в таверну. Зизи. Просто бейте его. Фризинг филд от Флая. Заканчивается. Минус 2 сделала команда комплексити. Забрали Санейка. Забрали Дазла. Фаника входит у нас. Где Дэнди? Дэнди лоу хпшный. А где же хвост? Неужели так больно? Хвосту хвоста настолько там напинали, что хвост просто развернулся и ушел. И в итоге трипл килл у нас от Кристал Мейден. Еще из-за Дэнди. Погоня Дэнди прячется. У нас фейсшифт. И Дэнди забирают минус 4. То, о чем я говорил. А что такое снави? Почему это? Почему это как? Неужели можно просто так зайти на хэкграунд и снести товара? Нет, нельзя. Надо давать возможность сопернику отбиться. Надо самим уйти в драное днище, а потом пытаться оттуда закамбетчить. Иначе какая драма вообще? О чем тогда говорить? Ну давайте пробежимся по артефактам. 27 минут сыграно. Есть что посмотреть, я думаю. Ботс оф тревел есть. Блейд оф алакрити для наги тоже есть. И есть уже готовая Яша. И 570 голды на руках у Зизи. У Таска. Вот он олдскульчик. Вот он олдскульчик. Этот валрус панч под дезолятором. Это огромное количество хп. И вот пак, если, например, не ушел вовремя, паку лицо разбивают. Есть также даггер у Таска. Ну, быстрый, врывной. Такой как фаник, только Таск. Undying. Уже с пайпов инсайд. Есть мека, есть аркан бутсы. И, скорее всего, Мун Миндер у нас нацелен на Гвардиан Грифс. У ЦМки 3400 на руках. Флай заработал в прошлом файте. Флай до этого нормально зарабатывал. Красавчик. Ну и... Сминдл Меланс уже с Яулом. Есть у него даггер. Есть ПТшка. Боттл. Ну, в принципе, неплохо. И по Нетворсу... А нет, по Нетворсу печаль абсолютная у Лины. Она на седьмом месте. Долговато, конечно. Далековато, точнее, от топа. Ну и ждем от Флая появления даже не знаю чего. Глиммер Кейп, например. Наверное, Кристалл Мейден могла бы заработать. Огр Клаб приобретает себе ЦМка. Есть подозрение, что это будет... Надо же, непонятно, что это будет. ЦМка пока больше ничего не покупала. А могла бы купить. Могла бы купить себе, например, Митрилхаммер. Или, например, купить себе Пойнт Боустер. И тогда было бы понятно, это БКБ или это все-таки Аганим будет на ЦМку. Дамаги больше. Замедление больше. 310 в секунду. Сколько секунд? 10 секунд? Это 300 я... Шутка, что ли? Это с Аганимом 300, по идее, должна ЦМка наносить за 10 секунд дамаги. Многовато, многовато. Ну, ждем. Мне кажется, Пойнт Боустер сейчас появится у ЦМки. Но есть деньги. Пополни себе ХП, пополни Ману. Почему бы и нет? Ну, ждет Флай. Тут в избытке, я так понимаю. Нет, и избыток даже позволяет ЦМке приобрести Пойнт Боустер. Но не покупает. Есть подозрение, что все-таки Митрилхаммер будет появляться в следующем. Разобрали мы команду Комплексити. Давайте смотреть, на что тут Нави потратились. Юл почти готов у Шейкера. Фаник также у нас с Форстафом. Есть у него Блинк Даггер. Готовится выход на Сфрика. Сфрика отсюда уходит. Зифрика с Даггером, поэтому ему бояться нечего. 2 400 на руках у него, кстати. Винтер Виверно от Санейка. Солар Крест есть. Есть Глимер Кейп. Есть Аркан Бутси. Виверно на 8 месте. Пако Дэнди. Топ 5 по Недворцу. Есть Юл, есть Даггер и приобретает себя Алтимейт Орб. Непонятно даже Алтимейт Орб. Это отчего? Вполне может быть, что Алтимейт Орб Дэнди... Это попытка собрать Линкин сферу. Во-первых, и на себя можно повешать, да и на кого угодно. Тоже можно повешать. Сон пошел от Зизи. Флай отсюда улетает. И Зизи тоже отсюда улетает. Сон сейвовый. Волки зашли на топ, на хэгграунд. Не поняли в чем дело. Заставили провязать Некрономиконов. Ну, в принципе, так надо их идти и тратить. На Роху. Команда Нави здесь. Покричал по вылуна Сликан. Хауль... Нет, Хауль уже не действует. И Шейф Шифт, в принципе, в никуда отправил хвост. Ну, пока все вместе здесь, можно Роху забирать. Сигила разбили. Вижен есть у команды Комплексити. Ну и... Точнее, нет. Сейчас будет... Сейчас будет понимать, что Нави пилет Рошан, а Роху развалится. Роха у нас и под Солар Крестом был, и под Медальоном от Ликана. Все, что можно было. Запилили в него, быстренько сгрызли. Ликантроп от хвоста. Есть уже Некрономиконы третьего левела. Владмир ПТ и что-то, наверное... Еще готовый БКБ уже лежит в Курьере. Прилетает к хвосту. Круто, круто, круто. БКБшка на хвосте, и это вещь полезная. Хотя бы спать не придется, в случае чего можно будет бить. Потому что во время снаши, Ип Шифт Ликана, который действует не так-то много, половина Шейп Шифта просто в никуда отправляется. Хауль тоже недолго действует у Ликана. Весь этот Хауль пересыпать приходится хвосту. Так, сильно у нас Арт Стайл просадает по ХП. Дерется против Сфрика. Поднимает его Дэнди. Есть Моннингрив. Ловите, ловите, ловите. Поймали Сфрика. 19-12. Становится счет. Шейкер забирает этот фраг. У Фаника есть уже Юл и тысяча голды на руках. Винтерн Виверн в это время забирает еще и Андаинга. В паре с хвостом. Хвоста поймали в сетку. Хвосту, в принципе, плевать. Должно быть на сетку. А вот на Свиндл Мэланса на Лагуна Блейд не плевать. БКБ пошел от хвоста. Здесь никакого аганима нет. Хвост пилит Свиндл Мэланс в таверну. Дальше за Зизи. Зизи улетает 100%. Башера у хвоста нет. Ну так, на всякий случай еще и надавал напоследок у нас Наги. Минус 3 делает Наги. Минус 3. На ровном месте 1100 по голде за два последних фрага. И открываются новые горизонты. Можно идти и сносить в сторону. Эти варды новые, ну как понять вообще, что это вард, не вард. Кто это стоит? Сундук это лежит или это... Крип какой-то. Странненько очень даже. У Фанника 1300 на руках. Сунейка после Солар Христа почти 1000. Как там пак? Во что-то превратился или нет алтиматор? Ну, если бы была линка, я думаю, уже можно было бы персик паку приобрести. Дэнди пока ничего не покупает. У меня есть подозрение, что все-таки это будет Хекс. Во что у нас ЦМка собралась? Все-таки БКБ. Огрклаб был под БКБшку. Защитить себя от фиссуры, наверное, да. Вот Дэнди защитить тоже, наверное, да. Тем более Фанник не врывается, в принципе, до начала файта. Поэтому Фризинг Филд полностью, чтобы кастовать БКБ. Самое оно, по-моему, избивать ничем БКБ. Да, БКБ ничем не сбить. Если, кстати, Винтер Кёрс избивает. БКБ избивает с каст Фризинг Филда. Он никакой не доставал. И ничего такого здесь нет. Понятно. Нага Сайрон. Есть уже Манта Стайл. Зизи надо ловить. Хвост разультился. Будут бежать за Зизи. Есть сон у него. Просто пока по иллюзиям бьет Хвост. Хвост Шейпшифт опять никуда потратил, как я понимаю. И в это время Нави... Ничего, кучковались, кучковались. А на нижний лайн отправляется Лина. У Лины есть Лагуна Блейд. Дайте сало ей. Дримкоил пошел по Лине. Перед смертью будет ли Лагуна Блейд? Свиндл Мелон. Запилила Гуну в Санейка. Нет, ничего вообще не делает. Санейка уходит в Глимеркейп. Дэнди у нас тоже живехонький. И команда Нави забирает Лину внизу. А Шейкера дают во вражеском лесу. Один в один размен. В пользу команды Комплексити. А сколько же там Нави выигрывали? 7500 выигрывали? Как-то дороговато стоил Шейкер. Хотя это фаник. Это не просто так тебе Шейкер. Это фаник Шейкер. Какое же тупое лицо у Андаинга в ульте. А хотя и без ульты не очень умная. 2200 уже на руках у Винтерн Вивер. В принципе может и Даггер появиться для Санейка. Да вот может и. А подождите. Уже есть у Санейка Даггер. Ого. Нафармил себе Санейка. Я как-то на первый слот вообще внимания не обратил. Санейка уже с Даггером. 2300 при этом на руках у Винтерн Вивер. Ну. Все для Тимы надо собирать. Я думаю что и Мека могла бы еще одна появиться. А потом Гвардиан Грифс. Мекки кстати по-моему совсем нет. А и Гвардиан Грифс уже есть у Дазла. Тут по поводу хелпы команде Дазл уже совсем справился. 37 минут сыграно. Еще 22-13. По Галдианави впереди 7500. По экспириенсу тоже 7500. И вот зачем Ultimate Orb нужен был Дэнди. Собирает себе Хексу. Пак. Хекс есть. Дизейблы от Санейка есть. Станы в неограниченных количествах от Шейкера тоже есть. Если удачно зайти. Дамажить есть кому. Во-первых хвост сам по себе. Во-вторых некрономиконы. Ну и Дазл тоже на подсейф есть. В принципе Нави хорошо укомплектованно. И давать Наги расформиться. И потом сносить линии я думаю не очень хорошо. Так увидели, 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 увидели хвоста. И, ой, точнее увидели Фаника. И пришлось бежать по-быстрому. Пытаться догнать у нас Свиндл Мелланс. Он никуда кстати уходить не собирался. Он в паре с Зизей. Они могут вдвоем подраться. Нага по-прежнему проигрывает хвосту по фарму. Удивительно, но факт. Хвост продолжает фармить. Странно. Хвоста Баширог бы какой-нибудь было бы. Вообще великолепно. Керасу приобретает себе хвост. 2200 у него на руках есть. Сейчас появится Хипперстоун. Хипперстоун для хвоста. Ну и осталось только на Плейтмейл 1400 насобирать. Флай пошел под смоком вардить вражеские леса, как я понимаю. Ну давай, будь оригинальным. Ставь сюда вард. Поставил. И улетать. Сразу же на базу. Завардил, ушел. Хорошо. И в помощь никто не нужен. Под смоком аккуратненько. А прокликали. Прокликали вард. Опять пингуют. Что происходит? И опять пингуют-то сколько можно. Выделил что ли вард? Нет, вроде. Странно. Неужели Нави сразу в курсе? Ну и здесь Свиндл Мелленс плюс Сфрик. Сфрик уходит в инвиз. Валрус панч проюзан. Это вот как шейкер, который тотем проюзал и ушел у нас в инвиз. Просто первый же удар будет критичным для Дазда. Сфрик заканчивается у него. Прячь себя сразу же в шалу грейп. Артстайл. Хороший. Артстайл успевает. Артстайл успевает. Иллюзии, конечно, его допилят. Улететь тоже. Артстайл, наверное, не успеет. Мумии начинают сжать Артстайла. Пошел у нас Гвардиан Грифс от него. Все, в общем-то, более-менее живые, кроме самого Артстайла. Артстайла добивает здесь туск. В это время команда Нави забирает Нагу. Свиндл Мелленс не успевает уйти. 2 в 2 размен. Забрали Лину и забрали Нагу Сайрон. Скор героя. Здесь потеряли Шейкера, потеряли Дазда. Команда Нави, по идее, должна в плюс быть. Но здесь еще и Дэнди развалился. Сфрик уже очень опасный. Становится. Келлинг Спри для него. Ну и размен, конечно же, в сторону команды Комплексити будет здесь. 1200 по голде. 5400 по экспириенсу. Колы здесь приподнялись немножко. Забрали Зизи. Это уже хорошо. У Наги на подходе Тараска. Это жестокая. Нага, Ривер есть. 700 голды на руках. Ну еще 1500 и будет Хардов Тараск тогда. Тогда с иллюзиями придется непросто. Как-то непросто дефать против них. С ними прям сражаться придется. Я думаю, что саппорты в соло не справятся. БКБ еще у Сфрика появляется. Туск просто классно отыгрывается в составе команды Комплексити. Уже два героя. Сфрик и Зизи перемещаются на третью и на вторую позицию. Соответственно, Хвост продолжает быть в топе по фарму. У него 307 крипов. А сколько у Наги? 325. Стран на Хвост. 3, 2, 10. Нага, 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 Нага. 0, 3, 8. Ну вот, вот куда деньги деваются. Шейкер у нас 7, 4, 9. Фаник лучше всех. Ну и 7, 5. Тускай тут тоже интересно. Оффлейнеры у нас больше всех умудрились поубивать. Фессура на подсейф от Шейкера от Стайл. Плацшалу Грейвом пока что не умрет. Нави в это время забирают Роху. Фессура лежит. Мундминдра будут пилить. Пошли там потихонечку удары, криты, 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 удары. Удары, криты. Бежать, бежать, бежать. И пытаться догнать всех. Снези ушел. Мундминдра надо забирать. Undying у нас под своей пайпой. Его еле-еле убили. Какой же он толстый оказался в итоге. Под ноги Фанику. Лайтстрайкер и Фаник отсюда уходит. А Лина тоже улетает. Лина не хочет состязаться. Ни в каких тут учных каких-то файтах. Один на один, а нафиг не надо. Вот Лина отсюда ушла. 25-17 становится счет. По голде Нави впереди 5000. По экспириенсу 8000 тоже для НАТО свинца. Леган продолжает быть в топе по Нетворсу. На 4, не на 4, где-то на 3100 опережается Нагу. Как-то пора уже это реализовать. Хотя бы в пуш какой-то маломальский. Лину отправили в таверну. Лина просто печальная в данной ситуации. Восьмое место для мидлейнера команды Комплексити. У Лины нет Аганима. У Лины вообще никакой перспективы нет. Есть Ю, есть Даггер. Но это все должно было быть на 20-й, 22-й минуте. Но на 42-й обладать только такими артефактами, это, согласитесь, немножечко странно. Лина вообще тут на 2000 еле-еле дазла опережает. Артстайл просто мастер вардов, каких-то сейвов тиммейтов. Естественно, нифига не фармит. Умирает, отдается. Только лишь бы команда жила, и при этом Артстайл по галде совсем чуть-чуть проигрывает мидлейнеру команды Комплексити. Но здесь Зизи за всех фармит. Такой герой. Наге приходится это делать. Я не хочу фармить, я просто вынуждена. 7500 по галде Нави и по экспириенсу 11000. Нави все-таки на этот злополучный нижний лайн зайдут. Перед бараки. Рейнжевой барак падает очень быстро. Стоит там батом. Расковырять бы волками или некрономиконами. Все равно им умирать. Но смысл уводить некро? Все равно им умирать. Пусть хотя бы тамбура забьют. Нет, некра просто пошли и отдались. Хотя бы кого-то здесь продамажили? Нет, некра никого не продамажили. Просто потеряли время игроки команды Нави. Попытались отвлечь на себя внимание. Миличный барак стоит. В это время падает Э3 от команды Нави на... Команды Комплексити на центральной линии. Свиндл Мэланс. Хвоста Лагуна Блейд. Хвоста Аэго. Есть ли или нет? Хвоста пытаются подсейвить. Хвост в БКБ. Хвоста выкиливают. Здесь и Санейка постарался. И Гвардиан Грифс от Дазла. Гвардиан Грифс просто чумной артефакт. Хвост бежает на хосте. Блин, в чем? Что ты так быстро носишься? Шейпшифт понятно. Чувак, красная полоса. Это шейпшифт тогда дает этот эффект. Хэт хосты. И там продолжается файт, пока Хвост ушел бить Эншента. Сфрик на Дэнди. Дэнди поднимает ЮУ. Дэнди через секунду будет фейсшифт. Дэнди не успевает. Фейсшифт тратит. А Эгу в итоге у нас Дэнди. И Дэнди просто по таймингу ловят. Уходит Дэнди в фейсшифт. И даггер аут от фака. Дэнди сразу же ловят. В Эльзори Ор. Бежать еще немножечко. У тебя был сыр, Дэнди. Почему ты не съел его? У Дэнди был сыр. Он не проюзал его. Странно. У него была какая-то секунда или миллисекунда на то, чтобы съесть сыр. С другой стороны, он съел бы его и дальше. Никто бы его не отпустил. Он был против четверых заряженных злых. Очень озлобленных даже, а не злых. Озлобленных игроков команды Комплексити. Они понимают, что могут дефать сейчас. А когда подефают, Нага выформится, могут и пушить. Но Нага, кстати, как-то без зуба немножко пушит. Вроде уже все необходимое есть. Полторы тысячи по голде у Наги Сайрен на руках. Есть Монто Стайл. Есть Тараска. 16 дефа. Так, хвост выходит у нас на Зизи. Сон сразу от него. А ТП аут не успеет сделать Зизи. У него еще секунда кулдауна. И Зизи будет стараться уйти. И Фессуров никуда. И Зизи теперь может уходить. Фаник пытается поймать у нас Нагу. Шейп-шиф провязали. Нагу надо ловить. Но не отпускает ее Фаник. Неужели Извижна потерял? Да, наверное, не увидел. Наверное, не увидел. Надо было Зизи разбирать еще до того, как пришла команда. Под медальоном могли убивать. Точно так же еще и за счет Керасы. А, медальона нет уже. Кераса есть. Зато у Ликана могли, конечно, убить. Там и Эхо Слэм можно было не жалеть Шейкеру. Это главная неприятность команды Нави. Нага Сайрон. Но не убили. Зизи очень круто там растанцевался между деревьями. Ну и Нави теряет преимущество по Экспириенсу с 12 до 8 и по Галде с 10 до 6,5 тоже для коллектива НАТО Свинца. Хвост с ультой. Можно ворваться на Сфрика. Просветка. Есть ли хоть у кого-то? Вообще носят ли просветку? Есть ли даггер? Ой, даггер. Гему. В Интер Виверн появляется. Рефреш Рор. Так, за Санэйка тут только отвлекаешься там на 2-3 минутки. Думаешь, ну саппорт, ну толку с него взять. А этот саппорт тут раз и себе рефреш Рор за 3000 миллионов монет купил. Шейкер с даггером уже. 10-секундный даггер у Фаника. Только-только, видимо, был приобретен у Пака. Есть 3.300 на руках после Сайта Фвайс. У Хвоста 3.400 на руках после БКБ, после Асаут Керас. Третьих Некров и ПТМ. Хвост уже с Башером. Вот это я и хотел увидеть. Хвост уже с Башером и остается до Абисал Блейда. Копейки просто хвостов. Пошел у нас замес на топ-лейне. Зизи ловят эхо-слэм. Фаник не жалеет. Зизи не дать ему разультиться. Не дать разультиться. Зизи лоу-хпшный. Нет маны просто у Наги Сайрен. Куда она, бедняжка, делать Фаник? За Нагой Сайрен. Фаник ждит. А темпо. Таймингу Зизи. В итоге выживает. Как ты это вообще делаешь? Зизи в итоге выживает. Минус Фаник. Минус Хвост. Команда Нави теряет двух игроков на ровном месте. Как это, черт возьми, могло быть? 2 200 по голде. 4 900 по экспириенсу. Пришли ребята убивать Нагу Сайрен. И представляю, идет это Шарли Сторон в маске. Угорает просто с двух типов. Приходите еще. У Наги просто великолепно все случилось. У нее по-прежнему 0.3.13. Она, конечно, пока да, убогая. Посмотрите, что по нутворцу происходит. Она уже наступает на пятки хвосту. 24 300 и 22 700. Разница практически отсутствующая. На 40 минуте. Ну и этот фрик все время обгоняет Дэн. Задолбал уже, честное слово. Ну и Нави. Вынужденный дефать уже мидлейн. Хвост выкупается. Без хвоста тут жизнь... Без хвоста и жизнь не та. Конечно, без хвоста тут сильно и не задеф. Все вместе пошли. Нага там разультилась, я смотрю. Или Ману просто потратила. Нет, просто тратит Ману постоянно. Нага Сайрон на Риптайт, как я понимаю. Хвоста Абисал Блейда не будет. Есть Башер. А вот был бы Башер в этом файте, Нагу хотя бы на миллисекунду зацепить. Лишний удар ей нанести. Она ушла с сотни хп. Хвосту просто плюнуть вообще в сторону Наги. И Нага бы развалилась, но он не добежал до нее. Там очень удачно ворвался Туск. Очень удачно ворвался... По-моему, Ондаинг тоже там присутствовал. Ну, Ондаинг уже в Бардиан Грифс есть. Плейт Мэйл есть. Кираса Шива сейчас поймем, что там будет. Наверное, все-таки Кираса, думаю. У Туска 3800 на руках после БКБ, после Даггера. Ну, у нас игра в жесточайший лейт переходит, когда один файт с тремя-четырьмя смерти от одной команды решит судьбу всего матча. Там просто иди и сноси. Может, будут размены тронами. Тут даже рапиру, понимаете, не на кого покупать. У Хвоста нет никаких приспособлений для сплэша, чтобы так что-то отпушивать там. Как-то авантюрно камбетчить игру, если вдруг понесут их. А их несут уже. С десятки Нави скатываются в минус по голде. По экспириенсу с 13 тысяч до 3-х Нави опустились. Ну и опять же, контроля много у команды Комплексити. Это колба у ЦМки. Это тот же Undying, который, пускай и не точечный контроль какой-то, это не стан, но это замедление. А там доли секунды в лейтовых файтах решают, в принципе, иногда исход самого замеса. Тут мелочей не бывает на этих минутах. Это где-то можно в начале игры подслиться. Это тоже, в принципе, мелочь. Догоним. В лейте такого нет. В лейте ты умираешь, тебя нет 100 секунд. Без тебя трон тут просто от времени падает. У него фундамент проседает, потому что... Любая смерть, это более 90 секунд. Вот он Зизи. Вот он. Просто забирайте его. Артстайла пытаются поймать. И все-таки поймали Артстайла. Надо шалугрейв уже на себя. Нет, Артстайл у нас пока что на подхиле от Санейка. Будет ли врыв от Дэнди? Вонингрифт. Жду. Где? Хотя бы Флай развалить. У Флайи есть уже Аганим. Флай уже дамажит, как дурной. Фиссура пошла по Флайу. Флай... Ну это Вонингрифт в никуда. Сало не дал по Флайу Дэнди. Дэнди не рискнул ближе подходить. И Флай успеет или не успеет? Не успевает уйти Флай и Дримкойл от Дэнди. Прям как С4. Молодчага. Правда дешевле немножко. Это Дримкойл был, чем у С4 в свое время. Ну и Нага забирает себе... Забирает себе Баттерфляй. Чем эту тварь бить? Ногами что ли? Как вообще с ней... Она 18-го левела. Она не убивает никого. Но эти иллюзии просто задолбучи будут. Дэнди у нас. Пошел угрейбом. Дэнди уйди от крипов. Дэнди съедает сырок. Нет, у Дэнди ничего не... Да, у Дэнди, по-моему, был сыр. Дэнди фуловый уже. Ну и замес внизу. Хвоста пинают, подбрасывают. Фрика будет ловить Дэнди. Фрик лоу-хпшный. Не отпускать, не отпускать, не отпускать. Забирают его. Подступили еще и Андайнго. Ультой Санейка должны забирать Андайнго. Флайя есть ульт. Бейте Флайя. БКБ от Флайя. Флайя пошел разультиться. Флайя подступили. Ульта Санейка решает все вопросы. Флайя лоу-хпшный. Хвост под шалу-грейвом. Дерись, хвост. Думать даже нечего. Здесь никто не даст тебе отсюда уйти. Хвост в ульту. Хвоста развалили. Дэнди стараются развалить. Дэнди, по-моему, развалят. Нет, Дэнди вниз спускается. Такой жестокий замес. Три в два пока что файт. По-моему, кто-то еще и байбекался, если я не ошибаюсь. Да-да-да, выкупился в игру у нас кто? Туск у нас выкупился. И Таск вернулся в замес. Маловато. Будто было Санейка упрыгивает отсюда. Все, Санейка уползает на четырех конечностях. Ну, замес так, замес. 650 и 407 заработок. Понимаете, да? Какие там потери были громаднейшие, чтобы на 52-й минуте размен 3 в 3 стоил по 600 голды плюса каждой команде. Это просто невозможно было бы представить себе. Если бы это было 3 в 0, там бы тысячи четыре каждая команде капнула. Na'Vi по голде стали в плюс выходить. И по экспириансу с 300 до 8. Ну, очень жестокий замес был на хайграунде. Пришлось бороться тут не только с игроками, еще и с препятствиями. Это Тайшар, тут Таска, он, ну, такой же дотошный, как сам этот Таск. Как вообще вся команда комплексити. Они цепляются просто, будучи при смерти за победу. И хочется верить, что плюс это им свои принесет. Никто, чтобы я топил за них, ну, игра на самом деле достаточно уверенная. И игра такая, что цену себе команда 100% знает. У Наги уже есть Баттерфляй, у нее есть Хартов Тараск, у нее есть Радианс. Нага уже все хочет, все может делать, что хочет. Психанул что-то у нас с Виндоу Меланс. Есть Хекса, есть Юл, есть Даггер. Вообще, давайте смотреть артефакт, уже час игры прошел. Шматья должно быть миллион. Сыру Наги. А Эго, наверное, у Туска так и есть. Сфрику дали Эджис. Есть у него Сильвер Эдж, есть у него Дезолятор. Ой, какая, 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 какая жестокая дамага будет вливаться от Сфрика. Когда он, провязав Валрус Панч, выходит в Сильвер Эдж. Юза этого уходит в Инвиз, а потом из ниоткуда появляется все вот эти дебафы плюс Дезолятор. И все это умножается на Валрус Панч. Он, конечно, мне кажется, Дазла может спилить сразу же. 1300, еще Критулю какую-то собрать бы, Таску. С Критом он просто бы имел возможность, наверное, и Лихана распилить из. Такого вот выхода. Жестче, чем любой Никс. Этот Таск плюс Сильвер Эдж или плюс Шадоу Блейд. Ладно, по артефактам давайте дальше смотреть. Лотос Орб, мы уже видели у Мунминдера. Пайп оф инсайд есть, Гвардиан Грифс есть и на руках 2000. Кристал Мейден, БКБ, Аганим. С Флайем можно разбираться, если Санейка жив, он бросает ульту. У нас на ЦМ-ку и ЦМ-ка сразу успокаивается. Ну и здесь мы тоже видели 3000 еще и на руках у линии. У Шейкера ничего нового. Вообще ничего нового у Фаника. Даже как-то странно. Гвардиан Грифс у Дазла и Форс Став и ничего. У Ликана. У Ликана уже отставание на 5000 голды от Наги. Наконец-то появляется Абисал Блейд для хвоста. Ну, не сказать, чтобы вовремя. Уже действительно поздновато. 56-ая минута заканчивается. Поста БКБ, Абисал Блейд, Керраса, Микрономиконы 3-го левела, Владмир и ПТ. На этой минуте такой артефакт, как Владмир, например. По-моему, не Ален на самом деле. Дешевый артефакт. Для 56-ой, там, 57-ой минуты. Постольку-поскольку. У Пака. Есть уже, в принципе, деньги на Шивасгвард, но Дэнди их не тратит. Хотя вот еще чуть-чуть совсем... Так, Дэнди у нас поймали в Хекс. Дэнди успел вовремя отблинкнуться. Нет? Или улетел в Лизолиорк? Нет, Дэнди у нас под хостой убежал. Дэнди поймали в Хексу. Он теперь прекрасно понимает, кто тут по лесу гуляет. На Вишнаму. 6200 у Наги. А что теперь Наги покупать? Я не очень понимаю. А, с другой стороны, Муншарды здесь есть. Не забываем. Есть такие артефакты, которые можно теперь кушать просто. И не... Не забирать тем самым слот. Когда денег много, один Муншард можно и забрать. Нага будет нормально бить, быстренько. Дамаги у Наги тоже не так уж и... Много, конечно, но... Помножено на скорость атаки, плюс... То, сколько Нага живет, все это... Серьезный дэмэдж вылезет. Ну и Наги в итоге... Оставили бараки голые на центре и забрали рейнджевой барак на нижнем лайне. А теперь чья очередь наступает? Посмотрите на эту Нагу, 32-тысячную. Иллюзии. 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 Райт клик. Райт клик. Райт клик. Фанни, какой быстрый, а. Вы видели? А Фаника сразу же ловит. Бежит у нас... Бежит у нас Фрик. Поднимает себя в ветра Фанни. Ловить будут с Фрика. По-моему, сон был от Наги. Нет, нет. Зизи далековато. Ладно, ловить с Фрика. С Фрика забирают Аэгу. Ну и сейчас будет петь. Сейчас поет какая-то курица. Придет и будет выть просто как чумная. Пожалуйста, да? Отличная у тебя песня. Прям твоя, что ли? Надо тамбур разбить. Один удар остался в тамбе. Тамбур развалили. Летает в ветрах здесь Фрик. Пока что у Нави все фуловые, все живые. Вкатывается в хвоста с Фрик. Лоу-хпшный он. Фанник врывается с эхо-слэмом сразу в двоих. Мунминдер. Под лоу-хп Дэнди пилит Андаинга. И как сложно все дается Дэнди. Андаинга очень жирная. Забрали только Кристалмейдер. Дэнди лоу-хп. Артстайл лоу-хп. Свиндл Мелланс как из пулемета настреливает. Минус 2 делает команда Комплексити. Дэнди забрали Артстайла. Хвост жив. Хвост пошел отхиливаться. Выкупается у нас Дазл. Артстайлу в принципе сидеть в таверне нечего. Серьезных артефактов у него не появится. Санэйка с километра стреляет по Зизи. Через артик Бёрн это возможно. Все. Артстайл побежал. Дэнди прыгает у нас за Линой. Лина в ветра. Один раз в ветра. Второй раз хвост. Под БКБ. Побежал бить Свиндл Мелланс. Свиндл Мелланс умирает. Дальше за Мунминдера. Под БКБ. Хвост заканчивается. БКБшка у хвоста. Абисал Блэйд Мунминдера. Здесь и улетает. Трус. Жалкий трус. 59 минут. Нави в минус в итоге оказались по голде. Потому что пак выкупался за 1700. Но не потеряли сторону полностью. Сейчас только иллюзии допилили от Тавер. Нави в сторону отстояли. Дороговато. Все это стоило для Нави. И для Наги, например, это вообще ничего не стоило. Просто. Просто использовать. Просто использовать Миррор Мэдж. И использовать Манта Стайл. И отправить иллюзии куда подальше. Диффьюжал Блэйд. Второго левела для Наги. Теперь она бьет еще больнее. И без маны всех оставляет. И Рептайт этот дотошный. Возвращается. Нага у нас на профессиональную сцену. Как мне кажется. После комплексити. Туго. Туго это дела у Навей. Ну и ладно. Давайте еще смотреть. После Наги. Ведь другие приобретения, наверное, были. В Курьере только Гем. Еще и чужой Гем. В Курьере команды комплексити. Фрик у нас. Сильвер Эдж. Дезолятор. 2.800 на руках. Ничего нового для него. У ЦМК. 960 на руках Флай. Тоже ничего себе не купил. У Лины тоже. 4900 на руках. 5000 у Лины. Аганима до сих пор нет у Лины. Это что, шутка какая-то? Почему? Почему? Когда вообще такое было, да? Чтобы Лина, имея деньги на руках, покупала себе Юл. Например, Сайд оф Айс. Даггер и не приобретала Аганим. Вспомните. Три месяца назад Лина только ради Аганима и покупалась. Ну и Нави вынуждены стоять на собственном ХГ. Никто их отсюда выпускать не собирается. Нага будет давить по всем фронтам. Нави теперь надо отпушивать. И печальная ситуация в том, что если бы Хвост, например, играл на Гирокоптере, то я думаю, все понятно. Собрал Рапиру, есть вариант отпушивать. Если бы Хвост играл на, например, на Антимаге, тоже вариант был бы отпушивать. Играл бы Хвост на Вайде, тоже был бы вариант отпушивать. Все было бы. Варианты были бы. То есть собираешь себе либо Battle Fury, либо собираешь себе, ну, какой-нибудь Мьелнер. И с крипами можно будет разговаривать. Или с иллюзиями можно разговаривать. В любом случае, ну, Ликан должен точечно бить каждого крипа. Это все долго. И в это время остальные иллюзии просто сносят товара. Потом вараки, потом трон. Нави ситуация незавидна. Такого героя, который в лейте хорошенько бы здесь шел и отбивал головы всем сразу. У Нави нет. Точечно, конечно, все опасно. Тут много ребят. Тут те же Волки по-прежнему очень жестокие. Некрат тоже слабеют с каждой минутой, по сути. Потому что сильнее просто становится Нага. Ну и Нага Сайрон. Муншарт еще не покупал. Бутсов Тревел есть у Зизи. Странно, кстати. Ну, сейчас будут деньги. Сколько там на байбэк надо? Избыток 4500. Уже можно купить себе Муншарт. Арт Стайла. Просто одна иллюзия пилит. Арт Стайл уже у нас. Гвардиан Грифс с перепугу. Арт Стайла, скорее всего, убьют. Да, и хотя бы, да, ульту у нас дал. Арт Стайл. Позора пошла у нас от Фаника. Арт Стайл в Глиммер Кейв. Живи, живи, живи. Ваня, живи. Налетели на Сфрика. Эхо Слэм от Фаника. Сфрик. Все-таки живой Абисал Бейт ловит у нас Сфрик. Почему он не умирает? Почему он не умирает? Там Сон пошел от Наги. Иллюзии пилят. Фаник под БКБшкой. Дэнди развалили. 118 секунд его не будет. У Дэнди нет байбэка. Он в игру, если дальше здесь все продолжится, не вернется. Ну и просто сторону забирает команда Комплексити. Дэнди не будет. Еще 110 секунд. А Комплексити отсюда не уйдут. Поэтому драться придется по-любому. На центральную линию выходит команда Комплексити. Хвост без ульты. Еще 25 секунд. Абисал Блейда. Нет еще 29 секунд. Нага со своими тварями просто пилит бараки. А потом героев. А потом опять бараки. Теперь уже Нага в соло стоит и убивает Таву. Клифф пошел от команды Нави. Дэнди, как тебе не хватает? 85 секунд. Тут без вариантов вообще. Отставил просто от иллюзии здесь огребали. Ну и Сфрик в это время на топ-лейн. Перемещается. Где Хвост? Где Хвост? Не вижу Хвоста. Хвост у нас в БКБ. Хвост стоит на месте. Как долго уйдет Хвост на Флая? Флай 3 секунды по ультил. Флай живой. Флай 70 хп. Флай живой. Хвоста у нас закрывают в Колден Брейс Санэйка. Это до поры до времени. Хвост. Байбэк сразу же. Фаник байбэк. Дэнди не будет еще 50 секунд. Дазл в таверне 70 секунд. Третья сторона упала. Нави доигрались. Удивительно. Как так? Возможно ли это было? Очень не похоже на команду Нави. Нави 64 секунды. Больше 64 минуты играли. Из них 45 минут доминировали. Доминировали, доминировали. Да не вы доминировали. Нави отправляются во второй матч. Уже будучи отстающими. Уже 0-1. Там Санэйка. Вон посмотрите на коленях стоит. В панике. Просто Виверна. Как такое могло быть? Могло такое быть. Отстайл без артефактов у нас оказался. В итоге Хвост тоже со светком портала и без Владмира. Вот так Хвоста придавила Судьбинушка к концу игры. 540 гпм у него. 663 у Наги. Это в принципе.